Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я, пожалуй, записываю одно из последних, если не сказать последнее на ближайшее время, видео в формате именно покупок с идеями, потому что, в принципе, все завершающие покупки были, наверное, выбраны на распродаже, и так как они, соответственно, закончились, то на ближайшее время мы с вами перейдем совершенно в иной формат, но который вы не менее любите. Это видео в стиле формулы луков, это идеи. И пока у нас еще официально на дворе август, немного покажу вам лето. Не знаю, насколько в этом году мне получится успевать за сезонами, потому что в прошлом году я очень к этому стремилась. Пока еще не знаю, что будет именно зимой, но давайте, наверное, не забегать далеко вперед. Возможно, я перейду к какому-то формату влогов, поэтому мне было бы очень приятно, если бы вы написали, кто по влогам скучает и кто хотел бы, в принципе, возобновление их на канале. Для меня это тоже будет важным показателем того, чего вам хотелось бы видеть. Ну и на этом мою долгую историю закончим с вступлением. Давайте сразу приступать к обновкам. И, как всегда, я буду их стараться показывать в образы. Первое, что я вам сегодня хотела показать, это брюки Cargo. Эти брюки из бюджетного сегмента. Американский магазин Forever 21. И я их взяла даже на пару размеров больше, в размере M, для того, чтобы была возможность формировать объем возле талии, затянуть их ремнем, либо носить на низкой посадке с удлиненными футболками, топами, для того, чтобы подчеркнуть этот силуэт. Если мы говорим о влиянии, наверное, двухтысячных, то основным идейным вдохновителем для ношения этих брюк можно назвать Дженнифер Энистон, которая носила их в совершенно разном формате. И при этом мы видим, что у нее обязательно низкая посадка. Это удлиненный силуэт именно вверха, какие-то обтягивающие топы и вьетнамки на платформе, либо на низком ходу какие-то очень тоненькие шлепки. Выглядит это так расслабленно и классно. Я бы не сказала, что это уход в какую-то маскулинность. На самом деле такие брюки могут быть вполне женственными. Но, по крайней мере, что я могу сказать, не то чтобы я к ним долго присматривалась. Этот период моды уже был у многих в жизни, как раз-таки именно в те годы. Но так или иначе, я искала хороший формат. Не стала уходить в более дорогой, наверное, сегмент для того, чтобы, в общем, просто побаловаться, если вдруг они не совсем хорошо впишутся в мой гардероб. Но самое главное для меня, что это очень классный хлопок. Он обычный такой структурный. Здесь все очень спокойно, нет никакого оттенка хаки, который мог бы увести, скажем, более грубую форму такие брюки. Ну, а такой фасон смотрится хорошо. При этом здорово их миксовать, например, как я бы это сделала в образе с расслабленной льняной футболкой, которая намекает на прозрачность контрастного белья. Я всегда говорю, вы можете так не носить, если это вам чуждо. Но я затянула очень хорошо на поясе, сделала такой дополнительный объем в области талии. Но в любом случае мне очень нравится сочетание именно тонких шлепок с такими тончайшими кожными перемычками. В общем, это словно бы баланс какой-то такой более мужественного элемента гардероба и тонкого, нежного, присущего больше женщинам. И в таком образе мне очень комфортно. В любом случае, ближе к осени будем вместе с вами трансформировать их именно в осенний гардероб, смотреть, с чем их можно носить. Ну, а пока у нас еще официально с вами лето. Следующую вещь, наверное, пройдемся сразу по низам. Следующую вещь, которую хочу показать, вот только буквально получила. Это юбка из джинсы, очень классной, мягкой, податливой, я бы сказала. Поэтому она не сильно держит форму, а она повторяет силуэт в движении. И сама по себе джинса, не знаю, как передается на камере, но в общем она молочного оттенка, не белая. Наверное, вот разница белой бирки видно. Взяла я в размере S, но взяла это сильно сказано, потому что я за этой юбкой гонялась достаточно давно. Ее то не было в размере, то в принципе я не могла найти фасон не конкретного бренда, а я в принципе искала просто вот эту вот длинную юбку Макси обязательно с разрезом впереди. Почему для меня было важно, наверное, иметь разрез впереди, потому что в плане удобства это самый комфортный вариант. Потому что она не сковывает движения, вы можете носить и плоский каблук, и в принципе я бы рекомендовала именно плоский каблук, либо одевать кеды, и при этом это удобно именно с ребенком. Очень классно юбка может вписываться как в летний гардероб с каким-то открытым верхом, так и в принципе в более холодный. Тут главное просто правильно подобрать обувь. Но, например, с такими же классными сапогами или казаками юбки Миди будут смотреться, или Макси будут смотреться тоже замечательно. Ну и кроссовки у нас тоже никто не отменял. Поэтому мне безумно нравится силуэт этой юбки. Он смотрится достаточно сдержанно, но при этом элегантно. Даже можно не задумываться о том, какой именно верх у вас должен быть. Мне нравится сочетание триколора, такого прям классического в духе минимализма, когда вы берете и играете с черным, допустим, и светлым оттенком добавляете какой-нибудь рыжий. Это смотрится очень свежо, и вообще вот этот вот триколор, он всегда разнообразит образ именно за счет цветовой палитры. При этом вещи могут быть совершенно простого силуэта. Ну и самое главное, что очень шикарная вариативность у данной юбки, потому что я показывала вам в базовом летнем гардеробе свои юбки. Чаще всего я выбираю именно вот такой вот формат. Светлый, понятный, простой. И я уверена, что сама по себе джинса очень благородный, очень благодарный материал, поэтому переживет и несколько стирок, и вообще, в принципе, будет очень носибельно. Неожиданная находка в, можно сказать, в ноунейм абсолютной, просто в магазине. Там, где, в принципе, я никогда не ищу вещи. Это магазин Рост, такой стоковый магазин американский, который привозят якобы бренды, но они не самого классного качества. Единственное, что там можно найти хорошего, это обычно спортивные товары. Но я решила пройтись и посмотреть, что может предложить магазин, где, в принципе, вещи стоят около 10 долларов. И была приятно удивлена вот этой вот замечательной находкой. Я думаю, что многим это напомнит, хотела сказать, стилистику 101 долматинца. Ну, в действительности так и есть. Круэлла, если я не ошибаюсь, со своей знаменитой прической, наполовину белая, наполовину черная. Чем замечательны вещи в стилистике color block. Причем это могут и принтованные быть вещи яркие, либо вот такие вот, как сейчас, очень часто можно встретить именно в джинсе или в более длинном формате джинсов, не только шорты. Это как раз-таки сочетание в простой абсолютно модели, сочетание контрастных цветов. И достаточно будет добавить какую-нибудь абсолютно спокойную деталь наверх, и образ будет завершенным и интересным. Они очень комплементарны будут к любому гардеробу, даже минималистичному. И, в принципе, формат мне очень близок вот именно такой. Ну и так как мы завершаем с низами, хочу показать еще две интересные модели. Это будет актуально для тех, кто покупает спортивные вещи и, в принципе, занимается спортом любым абсолютно. Сейчас у меня период, когда я привожу активно себя в порядок, и для меня было важно найти комфортную одежду. Дело в том, что одежда для спорта является для меня тоже таким мотиватором к изменениям, скажем так, потому что я, наверное, не из тех людей, кто любит дома одеваться, скажем, попроще. Это, знаете, когда посадил пятно или вещь неудачно постиралась, и ты думаешь, ну хорошо, пусть дома, дома хотя бы можно будет подносить. Я такие вещи обычно утилизирую, не могу так ходить. И в плане дома, несмотря на то, что очень часто тренируюсь именно в домашней обстановке, мне тоже нужно выглядеть, в общем, хорошо для того, чтобы эта одежда, она меня радовала. И так появились две пары тоже низов. Одни это вот такие короткие велосипедки, очень классное бесшовное исполнение вязки, если это можно сказать. На самом деле это полиэстер какое-то добавление там то ли эластана или чего-то. Но самое главное, что здесь важно отметить, что я выбирала велосипедки и леггинсы, которые позиционируются как спортивная одежда для йоги. Дело в том, что мне обычно вот в таких приятнее заниматься, чем это будет чисто спортивный материал. Мне почему-то в нем не так комфортно, потому что в нем дышится хуже. Но это на мой взгляд только. Я выбрала, получается, это 4505 ASOS, это линейка их спортивная. Скептически к ней относилась, потому что спортивные классные вещи обычно делают именно спортивные бренды. Но мне прям очень порадовало качество. У кого есть возможность обратить внимание на них, то я очень рекомендую. Здесь очень классный усиленный пояс. И, конечно, меня леггинсы влюбили в себя из-за вот этого, он как не прошитый, а выдавленный из ниток треугольник впереди. Выглядит безумно эстетично. И я подумала, что почему мы все время совмещаем какой-то монотон в спортивных луках, либо как-то стараемся выбирать, знаете, комплектом обязательно. Я решила, что наоборот будет очень здорово наконец-то сделать белый спортивный низ и черный верх. У меня безумно мой любимый топ от Стелла Маккартни и Адидас с коллаборацией. Выглядит он очень красиво. И к нему было сложно подобрать обычный низ. Выглядел он слишком просто, наверное, я бы так сказала. А вот эти вот леггинсы и эти велосипедки вообще идеально с ним смотрятся. Я обязательно покажу, как в комплекте это выглядит. Ну и сейчас хочу с вами поделиться еще одной новостью. После переезда в Америку у меня немножко уменьшилась мобильность из-за наличия двух детей и из-за того, что это другая страна. И также, конечно, некоторые изменения в питании, непривычные продукты повлияли, конечно, на то, что я набрала пару лишних килограмм. И поэтому сейчас основной моей целью является именно одновременное похудение, поддержание себя в идеальной форме, в удобных условиях. И поэтому я начала заниматься на платформе Старс. Старс. Эту платформу сейчас знают, наверное, абсолютно все, потому что очень многие занимаются именно на ней. И у нее очень большое количество тренировок. 1300 тренировок. Все это собрано на одном сайте. Также есть отдельные программы, по которым вы можете заниматься. Программы, направленные на какую-то определенную зону или если есть определенная цель. Это могут быть и силовые тренировки, это могут быть и танцы. И что крайне важно сейчас, наверное, особенно для всех, это программы, разработанные для того, чтобы снизить стресс. Это в основном йога и пилатес. И эти программы я тоже очень люблю, потому что сами тренировки достаточно короткие. Все тренировки длятся от 7 до 30 минут, чего вполне хватит найти ежедневно для того, чтобы сделать какую-то минимальную даже тренировку. Сейчас я занимаюсь по программе «Новая жизнь». Это похудей, чтобы избавиться от лишних 4 килограммов. И дополнительно хочу пройти тренировку по ягодицам, потому что все-таки это самая важная часть, наверное, в женском теле, особенно когда ты живешь в таком жарком климате. И твоя основная одежда – это купальники. Для меня эти тренировки очень удобны, потому что они все находятся в одном месте, и достаточно иметь только коврик и компьютер для того, чтобы начать заниматься. По моему промокоду Балаева вы в течение недели можете получить огромную скидку в 70%. Я вам советую брать безлимитный тариф навсегда. У вас всегда будет доступ к этой платформе, и каждый раз там появляются какие-то новинки, новые программы, новые видео. Также есть огромный раздел по питанию, что не менее важно, если вы хотите достичь идеальных результатов, особенно в более короткие сроки. Там есть расчет именно по калориям, а также большое количество полезной информации о рациональном питании. И отдельная информация для мамочек с детишками. Это уникальная платформа, потому что здесь собраны тренировки для малышей от 3 до 8 лет, что в принципе я считаю уникально, что они преподносятся в игровой форме, поэтому ребенку будет интересно. Очень вам советую заглянуть. Всю информацию оставлю в описании под видео. И также советую очень воспользоваться именно промокодом, потому что общий доступ к этой платформе вам обойдется всего в 4950 рублей, что на мой взгляд крайне мало, потому что стоимость абонемента в зале куда больше. А мы тем временем будем с вами продолжать. Осталось буквально чуть-чуть одежды. Перейдем с вами к аксессуарам. Что-то я как-то у меня не получилось до конца насладиться полоской, поэтому в принципе такая внеплановая покупка, потому что я обычно составляю в виш-листах позиции, которые я ищу, и я ищу их по разным абсолютно брендам. Полоски в ней не было, но когда я вот эту вот увидела толстовку в H&M, мне она безумно понравилась. Я ее в каком-то, да, в размере M брала, для того, чтобы она сидела больше и мне. Здесь особенно понравилась вышивка красными буквами. Напомнила именно такую французскую стилистику, потому что они очень любят совмещать полоску с каким-то красным акцентом. Выглядит это замечательно. В примерке я вам показывала ее вместе с шортами, но на самом деле это, возможно, перебор. Очень хорошо такие вещи смотрятся в абсолютно спокойных луках. Например, я отлично вижу эту толстовку с какими-то классными белыми джинсами и, например, той же самой рыжей обувью. Будет выглядеть это спокойно и при этом всегда к месту. Это из разряда тех вещей, которые нужно иметь в гардеробе, которые спасут вам ситуацию, когда вам нечего надеть или нужно выглядеть опрятно, а вы не готовы. Достаточно уникальная вещь, на которую я особенное внимание хочу обратить именно в этом видео, потому что это удлиненная рубашка из льна. На самом деле совершенно не важно, где вы такую вещь находите, у какого бренда. Это может быть какой-то масс-маркет, это могут быть локальные бренды, которые занимаются примерно такой одеждой из льна. Но самое главное, это акцентные детали. Мне здесь в рубашке понравилась вот такая вот заклепка с пуговицей. Мне понравилось, что планка впереди также сделана. Я планки очень люблю, они закрывают пуговицы, и вещь из-за этого кажется более классной, эстетически такой законченной. У нее нету никаких выбивающихся лишних деталей. И, собственно, эта рубашка очень длинная, ее вполне можно носить как платье, но я люблю такие удлиненные модели совмещать с какими-то, например, льняными шортами или классными брюками. У меня, например, вот были брюки от Косми, даже не смущает, что они в тон немножко не попадают. Брюки намного белее, чем эта рубашка. Рубашка с таким молочным потоном. Но в любом случае это какой-то такой, знаете, эмиратский вайб получился. Вот одежда в такой стилистике. Но мне безумно нравится, как это выглядит. Для пляжного отдыха, для ваших путешествий такой наряд будет просто замечательным. Он, кстати, отлично спасает от жары. Я как человек, живущий в очень жарком климате, могу вам это подтвердить. Так или иначе, я люблю именно длинные вещи, их миксовать. Кто со мной давно знает, что я постоянно экспериментирую с длинными платьями, с леггинсами и вот с такого рода рубашками. Выглядят они действительно интересно и не избито. Вещь, которую можно было бы не комментировать, но так как она у меня появилась, и я ей безумно рада. Обычная черная льняная майка очень здорово смотрится. и вещь, которая мне действительно не доставала. Вообще, вот такие разлетайки майки летние, я поняла, что в жару отлично себя чувствуют, даже иногда лучше я в них себя ощущаю, чем в каком-то шелке, но все зависит еще от силуэта вещи. На лето я люблю более продуваемые силуэты, более такие расслабленные для того, чтобы иметь возможность телу дышать. И вот эта вот вещь очень классно сочетается с... Она является базовой, поэтому естественно, что она отлично вписалась. И мне безумно нравятся вот эти трикотажные, именно льняные вещи, потому что они имеют неоднородную структуру, то есть это не как такое хлопковое полотно, очень плотное, а имеет просветы. И это делает настроение вообще комплекту, делает настроение вещи. Она кажется более живой, более динамичной. Мне это особенно нравится. Будем переходить с вами к обуви, наверное. Недаром я говорю о том, что мои видео, они в большей степени не о покупках, которые можно пройти и по ссылкам купить, а больше об идее или о поиске каких-то определенных вещей, которых вам в вашем гардеробе не хватало. Я, например, очень долгое время находилась в поиске вьетнамок, но таких прям классических вьетнамок, как вот как раз таких двухтысячных носила Дженнифер Энистон, то есть на плоской подошве с очень тонкими кожаными перемычками, но мне было в них некомфортно. Сколько я обуви не заказывала, у меня как-то они все не ложились. И я подумала, зачем тогда нам искать вьетнамки, можно же посмотреть что-то наподобие, что-то через пальчик приближенное, и я нашла это у бренда Эй Эмери. Скажем так, это бренд с, хотел сказать, с повышенным качеством, но в действительности это так, и это чувствуется, когда вы получаете вещь, потому что, казалось бы, такие простые примитивные шлепки, что от них можно ожидать, но нет. Чем отличается именно классная, качественная, дорогая обувь? Это, например, тем, что даже стелька вот в таких, казалось бы, пластиковых, как обычно бывает, шлепках, на самом деле, выполнена далеко не из пластика, а из кожаной стельки. То есть, это натуральная кожа, склеенная с подошвой. Более того, все вот эти вот перемычки, которые здесь находятся, они изнутри, из нубука, то есть, из натуральной замши, сделаны для того, чтобы вам было приятнее ножки. И вот такие вот детали, они, конечно, ощутимы, и невероятно приятны. Такую обувь даже не то, что просто носить, а смотреть на нее и осознавать, насколько классно она сделана. Ну, в общем, идея вот таких вот шлепок мне безумно понравилась. Я рада, что я их нашла. Они у меня действительно, надолго останутся. Я очень надеюсь. Потому что они классические и с годами вряд ли что-то случится в плане там гардероба. Они абсолютно ко всему подходят. И вот их тонкая работа, скажем, вот эти именно тонкие перемычки позволяют носить их совсем. От летних классных сарафанов до каких-то более сдержанных костюмных образов. И вот такая вот вариативность. Это супер. Еще одна не менее значимая покупка. Это вот такие вот классные, классические кеды бренда Endos Stories. Они тоже выполнены настолько идеально, что просто хочется им петь дифирамбы. Это натуральная замша, с натуральной кожей. Внутри подкладка тоже все полностью выполнено из кожи. И стелька сделана тоже из кожи. Идеальное абсолютно качество, красивая узкая форма и замечательное сочетание. Потому что, если присмотреться, можно увидеть, что это такое серо-молочная замша очень благородного оттенка. Даже шнурки здесь такие светло-серые. И этот цвет очень хорошо себя ведет в гардеробе, потому что, во-первых, он классно сочетается. Обычно совсем намного лучше, чем просто белая обувь. Ну и мое главное, что для меня было особенно важно, это для того, это вот такая вот рыжая подошва, которая бы не меняла свой цвет, как обычно бывает в белых кроссовках. У меня просто очень большое количество было таких прям базовых белых кроссовок с белой подошвой, которая буквально там через полтора года, хотя кроссовки еще в хорошем состоянии, она уже меняет цвет. И она уже не оттирается. И, в общем, подошва выдает возраст кроссовок, что не очень хорошо. А вот эти вот просто замечательные. И мне опять-таки очень нравится их лаконичность. Они классные, они сдержанные, они вот комплементарные абсолютно ко всему. Если вот говорить о том... Меня тут спросили в Инстаграм, задали вопрос, если бы вы оставляли всего несколько пар обуви на лето и больше вот ничем не обходились, что бы вы оставили? Я картинку оставляю здесь. Это те пары обуви, всего четыре, которых мне бы хватило для того, чтобы сочетать их абсолютно со всем. И вот эти вот кроссовки, они действительно, они намного лучше, чем обычные белые, они намного лучше, чем обычные спортивные. Ищите рыжую подошву. Будет служить вам очень долго. Еще одни кроссовки, которые на самом деле, я думала, что будут присутствовать в этом видео, я с удовольствием поделюсь радостью от их покупки. На самом деле, сейчас уже отправились обратно, но я обязательно вставлю видео с ними. Значит, это были конверсы, которые я покупала на Net-a-Porter, обычные Chuck Taylor модель, но это какая-то была лимитированная серия. В этот раз я прям была в восторге. Классная полоска, опущенная по резиновой подошве, силиконовые вставки, идеально классные плотные шнурки. И вот эта вот силиконовая защита, она на самом деле, действительно, ее защитой назвала, потому что она защищает холщевую ткань от грязи. Потому что мое самое нелюбимое, это покупать те вещи, за которыми потом нужен настолько тщательный уход, что если один раз вы вышли, потом они будут серые, что с ними делать? Просто я действительно этот момент знаю. У меня есть тканевые кроссовки, и, к сожалению, там одна поездка с ними и заканчивается потом чисткой. И этого хотелось избежать. Но моя радость была недолгой, потому что, несмотря на классное качество этих кроссовок и классный внешний вид, они были довольно тяжелыми, что сказывалось вообще в принципе на ноге. Я не люблю супертяжелую обувь, в ней быстрее устаешь. Но это даже не самое главное. Самое главное это силиконовый задник, даже не силиконовый, наверное, из резины, который был настолько жесткий, что он не сгибался. И поэтому нога при каждом шаге упиралась словно бы на какую-то планку, и это было больно. Ходить в них действительно больно. Поэтому, наверное, я не могу их рекомендовать, хотя у меня в инстаграме было очень много вопросов по этим кроссовкам. Но, к сожалению, есть вот такая вот особенность у них. Я оставила неделю на раздумья, но все равно не смогла согласиться с тем, что они неудобные. Поэтому они уехали обратно. Ну, в любом случае, вот эти вот кроссовки, которые я вам показала от Endostories, они компенсируют вот эту замечательную потерю. И, в принципе, все окей. Последняя обувь на сегодня, которую я вам хочу показать от Mango. У них уже, конечно, не такое качество. Они более спокойные и примитивные. Но мне безумно нравилась форма. Очень долгое время гонялась именно за этими шлепками. Но что-то я сначала размер не успела поймать. Потом были какие-то нюансы. И тут они вдруг появились Mango Outlet. Именно в коричневом цвете, что для меня было важно. Я их с удовольствием взяла. Мне безумно нравится их лаконичность. Мне даже не важно, насколько долго они прослужат. Для меня главное, что это натуральная кожа. И они легкие. У них достаточно легко находиться. И они действительно очень классно подходят к гардеробу. Являются таким акцентным пятном. Потому что, вы знаете, насколько я часто говорю, что я люблю рыжий цвет. Рыжий цвет в аксессуарах и в обуви. Он может просто вытянуть совершенно скучный образ. Например, если представить какой-то монохром. Там, я не знаю, из белого образа. Хотя это и само по себе нарядно. И вот такая вот обувь. И больше добавлять ничего не нужно. Для меня коричневый, это именно в обуви. Это какой-то знак элегантности и благородства. Поэтому, если у вас до сих пор нет коричневой обуви, обязательно исправляйте этот нюанс. Причем, абсолютно не важно, речь идет ли о летней обуви, как вот такие шлепки, либо о каких-нибудь коричневых сапогах на осень. Тут все равно. Просто хотя бы одну пару обязательно имейте. Она вас спасет. Странную вещь сейчас покажу. Трусики от купальника. Неожиданная тоже покупка. Ну, как неожиданная? Она была в моем виш-листе. Виш-листе в голове, когда я просматривала свои журналы, меня спрашивали, чем я могу вдохновляться, когда вообще составляю гардероб и образы. У меня есть одна особенность. Я люблю покупать старые винтажные журналы Vogue из 90-х, 80-х, 2000-х и наслаждаться съемками, которые были сделаны в те времена. Потому что если говорить даже о любимых моделях и о любимых женщинах, у меня, например, это Синди Кроуфорд. Называется «Все, кто занимался под ее видеокассету, в попытках приобрести стройное тело, поднимите руку». Потому что вот я, это я, это вот и мой типаж женщины, и эстетика тех времен. Мне безумно-безумно нравится. И вот для меня идея такого ретро-купальника, она прям стояла перед глазами. И самая главная акцентная деталь у многих высоких трусиков, если вы такое любите, была ремень. Ремень, который я нигде не могла найти, ни в каких купальниках. Либо он был как-то по-дурацки выполнен, как слишком широкий, либо пряжка у него была дурацкая. И тут я нашла вот эти завышенные трусики из магазина «Endostory» с вот таким потрясающим ремнем. Они сели просто невероятно. Идеальная посадка, которая не портит фигуру, что очень важно для такой посадки. У меня еще просто тип такой фигуры, к которой подходит вот такая модель. И я понимаю, что вот они черного цвета и подойдут абсолютно к любому верху. Поэтому я безумно рада. Я не знаю, отчаясь ли я вам, скажем так, решусь, или я вам показать, продемонстрировать это именно в купальнике на себе. Но в любом случае, я, у кого есть возможность, очень рекомендую обратить внимание на купальники «Endostory». У них есть такой же слитный, тоже пущенный с ремешком на поясе, на талии, в области талии. И я тоже теперь о нем подумаю. Просто не было размеров, но я так понимаю, что о них повторяют. И последнюю вещь, которую я сегодня покажу, это две сумки. Еще с бирками. В общем, изначально я думала, что я буду решать, какой цвет я оставлю у этих сумок. Это натуральная замша, это манго, сумка хоба с классной вариативной возможностью носить ее как на длинной ручке, так и на более короткой. Вот так. И безумно красивые цвета замши. Это такой серо-бежевый оттенок, очень редкий, на мой взгляд, потому что уход в теплый беж намного чаще встречается. И такой божественный рыжий цвет, потрясающий. И все закончилось тем, что на примерках, что на примерках, а когда я получаю вещи, я начинаю все мерить в гардеробе, чтобы понять, что с чем сходится, и что мы гарантированно оставляем. Мы, я так себя назвала, мы. И я вдруг понимаю, что обе эти сумки мне безумно нравятся, и я их обе оставляю. Опять-таки, если мы говорим о таких хоба-сумках, они не только практичны, удобны, в них не только залезает абсолютно весь мир, и все, что вам нужно туда впихнуть, обязательно впихнется. И даже не тот факт, что они могут стать дорожной сумкой и действительно быть удобными в поездке, благодаря двум вот этим ремням. Но самое главное, это как раз таки эстетика вот 90-х, 2000-х, когда мы носили там, мы. Когда носили мам джинс, с вот этой классной сумкой, и это была какая-нибудь удобная рубашка, мне безумно нравится, как это выглядит, и я понимаю, что это та сумка, которую я действительно буду носить. Это не сумка на выгул на один раз, а классная, практичная, двух идеальных цветов, которых мне очень не хватало именно в моем гардеробе, поэтому они обе остаются. Очень вам советую обратить внимание на вот такие сумки хоба. Их главная особенность, что нужно учитывать, это достаточно устойчивое, плотное дно, которое не должно менять форму, и потому что сама форма, вот это квадрат, но который в зависимости от набивки будет менять форму. Но благодаря тому, что она вот такая вот по-разному складывается, она и выглядит очень живой и классной, может в пустом состоянии тоже замечательно себя чувствовать. Ну и наличие двух ручек, очень, кстати, широких, классных, устойчивых ручек. У меня, кстати, сумки еще и на молнии, они закрываются, внутри у них подкладка из хлопка, и я безумно, безумно довольна этим сумками, особенно их цветами. На этом, наверное, сегодня все. Я еще раз повторю, что тему с покупками мы с вами постепенно заканчиваем, и переходим к самому интересному, это много-много-много-много образов, наверное, уже ближе к холодной погоде, поэтому я с вами надолго не прощаюсь. Если вы только нашли меня, то не забудьте обязательно подписаться на канал. И на этом я вам сегодня говорю пока. Ваша Диана. Скажи пока-ка-ка-ка. Пока-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка.